Вот там и началось, вот, поэтому, друзья, Бог нас перемешивает, вот в это трудное время, в это тяжелое время военное, Бог нас как колоду карт тасует, кого-то туда, кого-то сюда, знаете, как вот, как я говорю, как кастрюлю борща, все ингредиенты составляют борщ, как бы один такой буряк был бы, это уже не борщ, я кольник, а российский, не было бы этого борща, а так мы тут, тут, тут уехал, тут приехал отсюда, так бы никогда бы мы не встретились, а так вот мое, надо во всем видеть позитив, так вот Бог дает на время и пообщаться, и породниться, и послужить вместе, и повстречаться, это ж классно, друзья, надо во всем извлекать под потенциальную радость, во всем надо видеть позитив, друзья, правда? Вот, так что, как говорил известный персонаж медийный, это с фильма, Иван Васильевич меняет профессию, помните? Марфа Васильевна, время, как бы, нам ли печалится? Марфа Васильевна, а? Нам ли быть печали? Марфа Васильевна, вот, поэтому, друзья, печаль мы отбрасываем, у нас есть радостная весть, первое, то, что Бог нас любит, это первое, второе, второе, то, что у нас открыто на небеса, дверь прорублена, лично для каждого из нас, есть вход, лично двери каждому открыты, вот, это прекрасно, мы не знаем, сколько мы проживем на свете, друзья, у каждого свои биологические часы тикают, и у каждого заведенный свой механизм, как будто у кого-то 120, как мы желаем, да, по-еврейски, мазальтов 120, а я больше, у каждого свои заведенные часы, и они говорят нам о нашем приходе и уходе, написано, что для каждого пишется памятная книга, например, книга из его дел, на нас дело завели на небе, скажи, на меня завела дело, на небе, на небе, там пишется о тебе памятная книга, и дело, и написано книгой из твоих дел, поэтому, когда придет время, ты уйдешь, вот, интересно, просто, каждый хочет прожить максимум, правда, все же хотят сибирского здоровья, крепкого, да, но не всегда получается, мы можем, кстати, в военное время, вот, говорят, там, люди на фронте погибают, конечно, это очень страшно, грустно, печально, обрываются молодые жизни, а я вчера открываю интернет, телеграм-канал, там есть новостная лента, человек шел с работы, ему 50, по-моему, 2 года или сколько, заведующий аптеке в этом госпитале нашем, Киевском, на Печерске, ехал парень на электрическом самокате, сбил его насмерть, до дома не дошел, вот вам, вот вам, поэтому, написано в Писании, что если вы думаете, что эти ребята погибли, Силамская башня обвалилась, они там все погибли, если вы думаете, что вы лучше их, то это не так, говорит о том, что у каждого своя, как говорится, свой путь с Господом, мы зависим от Бога, вот человек шел и все, домой не дошел, работа хорошая, денежная, заведующая аптека, на территории военного госпиталя на Печерске, это хорошая, кстати, работа и статус хороший, хороший день, в Киеве не было бомбежек, какой-то парень 20-летний ехал на электрическом самокате, очень быстро, и человек уже не встал после этого самоката, а так в чем говорит, человеческая жизнь написана, как пар, пришедшая на время на эту землю, пар, все, пар, так написано в Писании, поэтому наша задача с вами, на этой земле, взять по максимуму, не еды и обеспечения, и хорошей жизни, а по максимуму от Бога взять, познакомиться с Ним, познакомиться с Его практическими советами, что мы можем сделать здесь, пока мы живы, как я говорю, с рабочей схемой Божией, есть рабочие схемы от Бога, которые работают, а есть схемы, которые религиозные, ты всю жизнь ходишь и ничего не получаешь, свечку поставил и пишу, и что изменилось, ничего, понимаете, да? Есть схема рабочая, есть нерабочая, дух религии ничего не дает, кроме успокоения религиозной совести, вы видели бандитов, которые идут на дело, приходят, свечку ставят, и у батюшки покупают большую такую, человеческий рост, Николаю угоднику, хоба, перехрестился, хрест поцеловал, и пошел на дело, религиозный совесть успокоилась, доволен сам собой, батюшка еще и благослову им, и все нормально, опять дело сделано, опять, но нам надо что? Нам надо, написано, очиститесь от этой закваски, греха и порока, очистись! Нам нужно узнать, что такое истина, что ведет действительно в жизнь вечную, нам нужно познавать вот это, ухватиться за это, и это применять в собственной жизни. Мы должны это применять, друзья, не просто быть, знаете, слушателями какой-то лекции, когда бабушка подошла, говорит, вы так хорошо лекцию проводите, я не лектор, я не профессор, не доцент, я дитю Божье, которое проповедует радостную весть. Радостная весть состоит в том, что у нас есть с вами наследие, небесное называется царство, а царство Божье усилием берется, не от того, что мы присутствуем на лекции, а от того, что мы услышали, что есть это царство, поняли, что оно работает, взять эти ключи вечной жизни и применить в своей жизни, и не только в своей, в жизни соседей, в жизни семьи, чтобы оно работало. Я помолилась, а Бог ответил. Это же хорошо, правда? Я помолилась, я попросила Бога, он мне дал. Это же хорошо, правда же? Но надо знать, как это работает, надо знать и применять это. И не переживать, если что-то не получается в жизни. Послушайте, это все временное явление. Все равно я верю в то, что то, что Бог говорит, оно имеет жизнь вечную. Оно имеет глагол вечной жизни. Вы знаете, что Слово Божье написано, что не возвращается тщетным, пустым, а исполняет то, для чего ты его послал. Если из твоих уст, твои уста, инструмент, вышло Слово Божье, ты взял Слово на свою ситуацию, например, ранами Иисуса Христа ты исцелился, да? Или Господь говорит, что исцеление его взойдет, в лучах его правды там. Сейчас я вот это место открою вам. Мне оно нравится, я его применяю, я его люблю, мне как оно по сердцу. Сейчас, секундочку, где это место. А это Малахия, 4 глава, 2 стих. Написано, что «А для вас благоговеющее перед именем моим». Ключевое слово здесь какое? Благоговеющее. Взойдет солнце правды. То есть, солнце правды будет светить над тобой. Что такое солнце? Оно дает жизнь всему, правда? Растениям. Да или нет? Да. Солнце правды, оно взойдет над тобой, оно будет работать в твоей жизни. И дальше. И исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Смотрите. Ключевое слово, я еще раз повторю. Благоговеющее. Те, которые ценят Бога, который благоговеет перед ним, которые почитают его, его законы, они стараются познать его, приблизиться к нему, познакомиться с ним. Вот эти люди, говорит, получат и исцеление, и солнце правды. И ты будешь утвержден в этой правде, в истине. Начнет открываться для тебя эта бездна, как говорит Господь, бездна откроется. Бездна откровения от Господа откроется. Но тебе надо благоговеть перед ним. Тебе не надо ходить гордым таким. Тебе не надо ходить таким, знаете, всезнающим. Если ты всезнайка, то тебе ничего не поможет. Это диагноз. Всезнайка. Понимаете? На каждое слово. А я знаю, а я читал. Там ушел, мне рассказывают, а там ушел. Всезнайка не работает. Ты уже переполнен своими знаниями, ты уже не вмещаешь. Слово Божье должно вместиться в сосуд, сосуд твой, который пустой. Ему надо наполнить. Тогда оно поработает. Но если ты переполнен, вот, ну не влазать. Как я уже говорила, чем наполнена посуда, то и выльется оттуда. Наполнен ты, переполнен информационной лентой. Ты будешь на каждом шову рассказывать про эту информацию. Понимаете? Вот. А если ты говоришь, Слово Божье, оно вселяется в меня со всей премудростью и исполняет то, что мне Бог говорит в ничетном. Оно для меня работает. Понимаете? Особенно молодым верующим рекомендую пропитываться Словом Божьим, пропитываться молитвой. Это так важно. Вы знаете, когда приходят испытания, Дух Святой достает это из твоего тайника. Знаете, у нас есть тайник, Дух Святой. Внутри нас есть Дух, вечный Дух человеческий. И туда падает зерна Духа Святого. Как сокровищница. Бог называет это сокровищницей. Что такое сокровищница? Такой суть, где сокровища лежат, да? Пираты награбили, принесли до дома сундук, а там золото, бриллианты и такие. Как называется сокровищница? Так вот, Господь называет наш Дух сокровищницей. Представляете? В сравнении какое. Задумались когда-нибудь? А чего она сокровищница? Потому что Слово Божье написано. Это как жемчуг. Жемчуга. Написано, что он что сделал? Продал поле, товарищ, нашел. Жемчужину нашел на поле. Копал, копал, копал. И дружемчужину нашел. Продал собственное поле, чтобы купить эту жемчужину. У кого-то, кто накопал. Все свое богатство продал, чтобы приобрести эту жемчужину. Но наше Слово Божье, Господь, это и есть наше сокровище. И наша сокровищница, вот туда все складывается. И когда приходят какие-то испытания, и тебе действительно, когда бандиты на дороге встретились, скажи, кошелек че жизнь, то из этой сокровищницы вылетает что? Во имя Ишула, живущий под кровом Всевышнего. Ты кто такой вообще? Ты кто? Мил человек. Говорит, а ты что не боишься? А в качестве не боишься? Я говорю, что я тут не одна. А с кем ты? Говорит, ты что не видишь? Я ангела вокруг меня. Смотрит на меня, думаю, какая-то странная. У меня сколько раз так было? Я только уверовала, у меня грабители на меня нападали раза три. Пытался дьявол остановить меня, чтобы я далеко не ушла в Боге, чтобы я сидела так, знаете, где-то там на задних рядах, посла. Посла задних. А мне все хотелось вперед вырваться. Думаю, ты что ж мне задний? Мне надо вперед бежать. Некогда мне на лавочке скучать. Дела надо делать. А он все хотел мне назад посадить. И только уверовала, такая вся молодая, верующая, горячая. Бихты, что срабы для Бога, дам души приобретать, молиться, все. А тут раз один товарищ встретился на пути. С домашней группой иду. Такой бежать за мной в спортивном костюме, товарищ. Ну, Господь был всегда со мной. Я не... Ну, и сначала первый был такой выбор. Ну, что же, на домашнюю группу не пойдут, темно, страшно идти, там нападают. Я думаю, нет, я же не одна. Я не знаю, ну, что я буду бояться. Я-то иду не одна. Он бегает один, а я-то не одна. Ему-то хуже, чем мне. Ты же не боишься? Нет. Я не одна. Вокруг меня компания. Кто? Я говорю, ангелы Божьи, Бог со мной. Да. Я говорю, да. Да. И все. И живая, здорова по сей день. И на все домашние группы ходила. И ни одно не пропустила. Аллилуйя. Потому что тот, кто во мне сильнее того, кто в мире. И я знала, кто со мной. Я знала, кто меня охраняет. Потому что сокровище своего сердца я положила Слово Божье. В самом начале своего пути. И в этом сокровище было живущий под кровью Всевышнего. 90-й псалон наизусть. И я знала, кто идет со мной. И собаки на меня нападали. Вот такие доги бежали. Дьявол потом людей уже не использовал. Собак начал использовать. Ага, не пойдешь никуда. Нет, пойду. Собаки останавливались. Вот так вот о шлапе поднимали. С перепугом. Да. Как это Томми Джерри мультик. И стоять. Хозяин перепуганный прибегал с этим догом. Я говорю, слушай, ты его как-то держи на шее, как-то на поводке. Он вас не покусал. Говорю, еще чего. Еще чего. Хозяин перепуганный. Собака перепуганная. Хозяин перепуганный. А я иду и славлю Бога всю дорогу. Иду домой. Одни песни про славление. Бога славлю. Иду молюсь. Потому что я знаю, кого я уверовала. Потому что в сокровище моего духа до сих пор лежат бриллианты. И серьезные, как я говорю, перлы, перлы, жемчуга, жемчуга, жемчуга. Они там, они будут ценой и в вечности. Я их туда положила и не забираю. Они будут и в вечности. Чего я всем желаю. Аллилуйя. Когда ваше сокровище наполнено Богом и переполнено, вам нечего бояться. Ни одна пуля вас не возьмет. Ни один снаряд вас не возьмет. И хата Будатила. Все Будатила. Друзья. Это время очень, знаете, хорошее время для каждого из нас. Это время значимое для нас. Это судьбоносное историческое время поменять резко свою судьбу. Так бы мы сидели еще, я не знаю, до второго пришествия сидели бы. А так быстро сообразили, надо что-то делать. Надо что-то делать, бы без Бога не до порога, как вот укажут. Бо без Бога не продержишься, не выживешь. Россияне они не разбирают. И пуля, и ракеты они не разбирают. Они летят на голову всем. Но кого они боятся, это верующих людей. Потому что ангелы Божьи могут траекторию полета ракеты поменять. Потому что ангел стоит возле моего дома. И я его даже видела. Я когда сказала, Боже, пошли своих ангелов. Ты посылал всегда впереди Израиля ангела, который указывал путь, который вел их из Египта, который вел их через море, провел их по суше. Пошли в меня ангела Господь, который будет охранять меня и мой дом. И ангел встал под моим балконом. И он там до сих пор стоит. Вот и все. И я сплю спокойно. Я ни разу не бегала в бомбоубежище. Ни в какие убежища не бегала. С первого дня войны я сплю в своей кровати. Я живу в своем доме. Я никуда не бегаю. Да, вот мне Лена ночует. Она знает, сирена воет за сиреной. Мы никуда не бежим. Мы сидим на месте. Все. Я знаю, ангел под моим балконом стоит. В такой, как надо, Бог поставил, который охраняет. Это все потому, что в самом начале моего пути я обнаружила, что у меня есть сокровищница внутри. Которую надо наполнять драгоценностями. Драгоценностями. А это есть только у Бога. А есть только Бог дает, друзья. И мы посмотрим с вами на веру, которую... Написано, что праведник веры жить будет. Вы понимаете? Вера дает нам жизнь. Очень важно. Давайте подчтем. Пророка Вакума. Вторая глава. Вот душа надменная не успокоится. Гордая душа не успокоится. А праведник, праведный, своей верой жив будет. Сказал пророк Вакум. Скажи слово своей. Послушай, ты сегодня будешь жить только своей верой. Ты не можешь жить моей верой. Верой другого человека ты не сможешь жить. Это тебе ничего не даст. Я могу тебя мотивировать какое-то время. Раскачать. Но дальше тебе самому надо будет эту веру поддерживать. Знаете, если печку не бросать, дрова, то шо? Потухно. Хатя буду холодно. Если ты не будешь свою верой, Бог говорит, возгребайте свою веру. Через апостола Павла, он же на Иврите Ишаяку, он сказал... Ой, это Исаия, что я... Павел Шауль. Он сказал так. Возгребайте веру вашу. Значит, вера нуждается, чтобы ее возгребали, чтобы ее качали, качали. Мышцы качают, они работают? А если мышцы не качают, то шо будет? Атрофируются. Они скажут, родной, я тебе не нужен. Но до побачения, до побачения, ходы и дальше, гуляй. Вот, поэтому вера нуждается в возгребании. А как она возгревается? Устами машины. А как это происходит, когда ты провозглашаешь, когда ты работаешь? Работаешь, уста должны работать. Уста не должны болтать, чтобы попало, а язык как помело. Слышали такое выражение? Вот так и жизнь твоя, как метелка. Метет тебе то право, то влево, и ты не понимаешь, что происходит. Господи, что робается, люди добрые, рятуйте. Потому что язык как помело, и жизнь твоя такая, пустая. А язык, уста ведут к чему? К распасению. Уста и язык, это такой инструмент, Господи, или слушайте, я вам дал, говорит, вот, вложил в вашу уста язык. Это такой маленький инструментик написано. Но что он делает? Разжигает много огня. Язык способен тебя привести или в жизнь вечную, или в благословение, или в проклятие. Вы когда-нибудь испытываете такое чувство, ну зачем я тут оболтаю, ну елки. Ну могла же замолчать. Уже по морде дали, за что? Ну что же, ну шла ж, нормально все было. И солнце светело, и птицы пели, и все было хорошо. И настроение радостное. Кто мне за язык подтянуть? Что я то ляпнула по морде дали? Уже такой фингал у меня. Кто это с тобой сделал? Ира машет головой. Ира, знающая практика есть. Все, Ира, потом комментарий, я послушаю, хорошо. Я понимаю, что ты человек бывалый, опытный в этих вещах. Вот, поэтому. Что с тобой это произошло? Язык твой, язык твой. Он разжигает много вещества и воспаляет, написано, круг жизни. Вокруг тебя уже текел дын был, а тут уже и другой. Кажись, сейчас и я еще заряжу. Пидожди, пидожди, еще я еще дам. Воспалил ли круг жизни. Было такое у кого-нибудь? Ну, дай бог, чтобы вас никто не бил. Но бывало так, что и не бьют, но тебе потом за язык ответишь. За базар, да? За базар, Сережа, ответишь. Правда? Тише, это потом, Ира, потом. Мы тебя выслушаем. Иногда говорят, вот за этот разговор поставим тебя под ответ. И тебе отвечают за слова, да? Что я ляпнула? Кто мне вот это вот? Ну, нормально же все было. Взяли сейчас меня, повели на разборку. За что? За язык. Языком вы благословляете, языком же вы и оскверняете. Поэтому наши уста, они способны нашу жизнь поднять на высоту Божью и способны отпустить нас до преисподней. Слышите? Это язык. Аллилуйя. Куда он повернет? Маленький написано. Но он как укормчиво руль. Он направляет нашу жизнь. Или в благословение, или в проклятие. Или туда, или туда. Итак, друзья. Наша вера, она нас спасает. Наша вера в Господа. Наша жизнь выстраивает, когда мы выстраиваем ее правильно с Богом, она нас ведет во спасение. Итак. Речь идет о живой вере, естественно. Вера бывает разная. Написано, имейте веру в Божью. И верите, еще раз скажите, веру какую? Божью. А, так есть вера не Божья, оказывается, да? А сатана тоже верует, и бесы веруют, и трепещут. Это чья у них вера? Бесобская? А есть еще вера человеческая. А я верую, что я человек такой, весунчик по жизни. Я счастливчик, мне все получится, я верю. Это вера в свои собственные силы. Но это не Божья вера. Вера правильная, она Божья. Господь, что я без Тебя? Написано, без Бога не можете делать ничего. Боже, я верю, что Ты мне это дашь. Или я верю, что Ты придешь в мою жизнь, эту ситуацию Ты исправишь. Господь, написано, что проклят человек, надеющийся на человека, и плоть свою делающую опору. Я не хочу на себя надеяться. Я не хочу, чтобы на блат какой-то. Господи, я верю только Тебе. Это вера Божья. Господь, если не Ты, кто мне поможет? Это вера Божья. Поэтому проверяйте Бога, верили ли Вы. Проверяйте, Вы верили или нет. А если верят, то в какой? Задай себе вопрос. Сегодня я живу какой верой? Ага, пенсию дали, завтра, ага, вот это. Вот эти не дают нормальной пенсии. Как же жить? А где твоя Божья вера? Ты тогда на какую веру рассчитываешь? На свою человеческую? На государственную? Я всегда говорила и говорю по сей день. Вот будучи верующей, только уверовала. В 95-м году я уверовала. Была молодой верующей. Знаете, церковная мышь была, наверное, богаче меня. Я ушла, в чем стояла из дома. Я сказала, больше сюда не вернусь. И выживала как могла. И когда уверовала, вообще ничего не было. Я жила на квартирах там где-то. Ну, не важно, это такое. Но я просто говорила всегда. Я Богу благодарна, что Он мне дал эту веру в Него. Я всегда говорила, мой балк небесный. Я на зарплату не рассчитываю. Я рассчитываю, что по благодати жить, что Бог решит эту ситуацию. И финансы придут у меня оттуда. Не отсюда, а оттуда. Финансы придут. Я не рассчитываю, что у меня там зарплата будет. Я верю, что Бог обеспечит мои нужды по богатству славы своей. И я Он обеспечивал. А у Него выхода не было другого. Я ж на Него все переложила ответственность. Я ж на Него все. А как Него дальше? Я говорю, Бог, Ты ж знаешь, мне негде взять. Ты знаешь, Ты у меня один. Ты знаешь, я сирота. Мне негде, мне нету никого. Ты знаешь, только на Тебя вся надежда. А что вам остается делать? Отвечаю. Аллилуйя. Вот вера Божья какая. Я не переживаю. Ложусь я, сплю и встаю. Ибо Ты, Господь, един, даешь мне жить в безопасности. Вот, кто тебе безопасность сегодня дает. Не ВСУ Украины. Хотя он действует через них. Но первый источник он. Он использует людей для этого. Поняли? Потому что если мы будем только думать, что нас армия защитит, то несчастный ты человек на сегодняшний день. Что нас правительство защитит, несчастный ты человек на сегодняшний день. Что тебя пенсия защитит, еще несчастней. Что тебя пенсия обеспечит, страшное дело. Я тебе не завидую. Тебя сегодня Бог может только защитить, обеспечить и покрыть твои нужды. И стать твоим просто вокруг тебя, вот, по, 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 знаете, огненное кольцо построить. Чтобы ни один бес к тебе не подошел. Написано, что любящий Бога, все содействует ему ко благу. И написано, что ангел Господень ополчается вокруг кого, кто любит Бога и боящийся Его. Ангел их Господний был. Бог пошлет целое войско ангела вокруг тебя. Чтобы тебя хранили на всех путях твоих. Куда бы ты ни пошел. Я никогда не боялась ходить ночью. Я там в друзей была. Говорят, куда ты пойдешь еще? Помню, до войны. Ну, это давно было, лет 10 назад. Тогда еще было мирное такое время. Я говорю, да, пойду домой, пройти там ночью. Да ты шо, давай такси вызовемли. Не надо прогулять, хорошая погода. Да час ночи, ты шо, там бандиты. Да какие бандиты, шо, я иду с Господом, красиво. Все нормально. И всегда доходило, и всегда было хорошо. Нормально было? Никто не нападал. Никто не нападал, вы знаете. Не было такого, ни разу. Аллилуйя. Поэтому я просто в чему говорю, друзья. Кто любит Бога, кто уповает на Него, у него меняется история жизни. У него меняется судьба. Все меняется. Должно все подлежать изменению. Поэтому прилагайте усилия. Начните что-то делать в этом плане. Начните провозглашать. Начните молиться. Местами списания. Начните сами себя проговаривать. Очень полезно с собой поговорить, с умным человеком. Сам с собой. Взять место из списания и начать наговаривать. Наговаривать на себя. Проговаривать. Заряжать атмосферу вокруг себя. Словом Божьим. Ангельским присутствием. Дух Святой, чтобы кружился вокруг тебя. Это надо воскревать. 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 Написано, кто болел. Вы помните Вефезда? Вефезда. Ангел Господень заходил и начал эту воду. Как ее там? Возмущать. Спасибо. Бурление происходило. И только туда заходили и получали исцеление. Не просто когда вода была в стиль. Спокойная. Она должна бурлить. Круг жизни должен там быть. Дух Святой должен там. Все бурлить должно быть. Жизнь. 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 И только тогда они получали исцеление свое. Точно так же, когда ты в своей жизни вот это бурление делаешь Духа Святого. Я проговариваю, провозглашаю, молюсь, активно себя веду в этом плане. А ангел Божий придет и будет твой Вефезду возмущать. И ты войдешь в свое исцеление. Над этим надо работать. Оно просто так не приходит. Да, бывают случаи, по благодати получаем, но по милости Божьей бывает. Но это, знаете, мы не знаем, почему так Бог действует. Наверное, Бог кому-то дает какие-то авансы в начале нашего пути. Аванс в основном. А потом он говорит, давай сам, 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 сам. Как маленького ребеночка. Сначала за ручку ведешь. Топ, топ, топает малыш. А потом чуть подросток. Ты что, иди давай. Что же взрослый, что за руку хватаешься? Сам давай, бегай. Да не, мама, давай мне уже 6 лет еще, поводи меня. Это уже будет смешно, правда? Будет уже как-то подозрительно, что ты мальчику 6 лет. И мама, иди меня, сам хоть не могу ходить. Точно так не с Богом. Когда мы приходим только к Богу, это еще Бог дает какие-то там, знаете, авансы. Но когда мы уже какой-то продолжительный путь с Ним знакомы, идем дальше, Бог хочет от нас самостоятельных шагов. Взрослых шагов. Активность. Скажи слово активность. Бог будет смотреть на нашу мотивацию. Он будет смотреть, на сколько нам это надо. Аллилуйя. Итак. Итак. Потерять деньги не страшно. Потерять веру страшно. Если ты миллионер, у меня же деньги зарабатывают. И у тебя, ты банкрот, ничего страшного нет. Ты поднимешься. Я знаю мировую практику. Миллионеры сколько раз в нашей стране, в других странах, они теряли все деньги до нуля. Обнулились полностью. Поднимались и зарабатывали такие же деньги. Почему? Вера была. Я мог это сделать до этого. Что еще сейчас? А что сейчас мне мешает это сделать? У меня же есть инструменты, я умею это делать. Никуда же это не делось. Вера-то на месте. Все, я могу. Понимаете? Если это было дело до этого, я сделаю это и сейчас. Не важно, что я обнулился. Это хорошо. Я уже говорила, что кризис – это окно возможностей. Обнуление – это окно возможностей. Это стартануть с новой силой, обнулиться, зарядиться, еще больше сделать. Это так и полностью рассматривать слово «кризис». Окно возможностей, перезагрузки. Это у нас шаг все пропало, а у других людей нет. Это значит приобретать новые знания, новые какие-то навыки и по-новому перезарядить старт свой. Вера. Это вера. Вера в то, что все получится. Поэтому не страшно потерять деньги и обнулиться. Страшно потерять веру. Страшно потерять веру в Бога. Вот это страшно. Поэтому без денег с верой можно приобрести деньги. Поняли меня или нет? Я на себе это проверяла не раз. Я была полностью обнулина. Но с верой в Бога я начала зарабатывать с Богом. В компании. Начала работать и зарабатывать. Стала менеджером, региональным менеджером компании. Айтишной компании. Стала зарабатывать. Никогда не училась даже. Но научилась, потому что я знала, что Бог мне поможет. Я уверовала, что я могу это делать с Богом. Не важно. Вера, она готова горы ворочать. Вера в Бога. Сначала верить в то, что Бог тебя подымет. Я всегда это знала. Просто нужно было пройти какой-то путь с Господом. Позволить ему убрать то, что нужно убрать. А когда он уже увидел, что ребенку уже ничего не вредит, что уже можно давать чуть больше, он начал давать больше. Поэтому, друзья, не важно, как ты идешь, не важно, что ты имеешь сейчас, важно вера в Бога. Это самое важное сокровище на сегодняшний день, что ты можешь положить свою сокровищницу. Потому что с этим у тебя есть и будущее, и есть всегда развитие. Вот плохо, когда нет веры. Когда смотришь, у человека глаза потухли. Уже ничего не надо. Уже все. Безутешно и уныло. Стою на берегу. Беден я, во мне нет силы. Ничего я не могу. Куры поздыхали, свиньи поубегали. И я стою, дырюсь на всю воду. Можем мне уже пора сигануть туда. Эта песня не наша с вами. Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Ищу Агма-Шиха. А я говорю, и еще больше могу. Потому что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. А кто в мире? Сатана. А кто в мире? Дети его бывают. В мире тоже. Ты смотришь, наверное, на людей, на Сатана. Так это творить. А Бог говорит, тебе больше, ты больше этого всего. Не смотри, что он делает. Смотри на то, что я делаю в твоей жизни. А я тебя веду к высоте. А я тебя веду к новым, к свершениям. А я тебя веду к развитию. Только доверься мне. Иди за мной. И под лежачей камней вода не течет. Если тебе надо что-то делать, начни учиться, начни записывать, начни молиться, проговаривать, двигаться в том направлении. Позволь Богу тебе положить свою мечту туда. Пусть Бог тебе мечту свою даст. Господь, я хочу развития. Господь, я хочу что-то делать. Боже, я не знаю, какой в нише мне двигаться. Дай мне мечту. Вложи в меня свою какую-то цель. Я хочу. И Бог будет давать, друзья. Потому что, если ты инертный, ничего не хочешь, ну и все. Это ничего не работает. Работает только с тем, кто живой в Боге. Энергичный и хочет чего-то достигать. Бог не стоит на месте. Он развивается. Аллилуйя. Да, че не? Да. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Бог чудесный. Бог чудесный. Аллилуйя. И Бог не виноват в твоих поражениях. Надо еще это понять. Бог не виноват. Он, Бог не имеет поражения. Просто ты смирился с поражением. Просто надо отречься от поражения. Отречься от падений всяких. Дьявол всегда если захочет человека привести в какую-то, знаете, в нулевую точку, он будет давать ему мысли о поражении. И человек будет думать, что это он. Неправда. Это враг. Враг, который пытается тебе навязать свою волю. Ты родился для Господа, для процветания, для, чтобы Бога прославлять, для того, чтобы жить и радоваться в этом мире. Ты не родился для горя и страданий. Если есть какой-то период у тебя в жизни, ну это временный отрезок твоей жизни. Написано, что верующему все содействует ко благу. Иногда надо пострадать, иногда за свою дурость рассчитаться. Что нет? То, что посеял, ты пожнешь. Но это будет короткий период, если ты быстро сообразишь, что тебе делать. Некоторые остаются на десятилетия в жатве. Десятилетиями жнут свои какие-то дурости, ошибки. Но это не Бог. Он говорит, быстрее выскакивай. Не седай, не оплакивай свою судьбу. Выскакивай, покаялся, принял правильное решение, вывод сделал, вперед. Вперед, идем новый старт есть. А некоторые сидят. Да, Господь, я ж такой был, да я ж такое творил, да ну куда ж уж уж. Ну сиди, если тебе нравится. Бог быстро всех прощает, Он быстро всех хочет поднять, но не все хотят это понять. Понимаете? Если ты поймешь, что у Бога для тебя счастливая судьба и что у Бога для тебя новые старты и новые взлеты, если ты это поймешь, ты начнешь это применять в собственной жизни. Я видела людей, которые приходили ну просто, ну нулевые, бомжи, которые просто, я не знаю, ничего не хотели в этой жизни, просто опустили руки и ноги. Но когда Бог начал с ними работать, это были прекрасные светлые люди, у которых даже хотелось и поучиться. Я честно говорю. Превращались в таких, знаете, идейных двигателей. Я смотрела, радовалась, я мне дух ликовал. Потому что человек понял, я человек, и мне не надо быть в этом состоянии. Я дитя Божье, мне надо прорваться. И для этого нужна вера в Бога, и для этого надо просто захотеть это поменять. Если ты хочешь поменять свою судьбу, ты это сделаешь. Я захотела поменять свою судьбу, я ее поменяла с Богом. Сама бы это не сделала. Но с Богом возможно все. Все возможно. С Богом возможно мечтать. С Богом возможно мечту осуществить. Если ты будешь прилагать к этому усилие, если ты не потеряешь цель и мотивацию, ты ее осуществишь. Слушайте, я вам честно говорю. Потому что некоторые люди говорят, мы от Бога ничего не получаем, потому что ты не сильно и хотел. не сильно и надо было. Кому надо, как неоступная вдова, та не отпустит, пока не благословит неправедный судья. Она ведь за горло возьму, за кады. Ну, благословить, Винвены. Да я уже спать, Лев, да я уже с детьми на постели, и я уже отстань от меня. Нет. Надо идти и дать, потому что не оставит покой, спать не даст. мотивация, скажу слово, мотивация, мечта, моя вера. Понимаете? Люди добиваются успеха только тех, кто мотивирован, кто заточен на цель. Вижу цель, не вижу препятствий. Иванушка, дурачка, помните сказку? На печке все объехал, все чего, всего добился. Вижу цель, не вижу препятствий. У него кипячка была, как Мерседес работал. Везде его возил, везде он все делал. Ну, понимаете, нам иногда надо вот переключить что-то в мозгах. В мозгах очень много у нас препятствий, называется твердыня ума. Почему получить не можем? Твердыня ума, это первое. Старый опыт не дает нам прорваться. Ну, как же, там же развод был, несчастливый брак, ноченый получился. Да, все мужики, что там? Или наоборот, все женщины такие, так, что там хорошего ждать. Твердыня ума. Кто вам это рассказал? Это всего лишь был опыт по жизни, который надо. Сделали выводы, пошли дальше. Не надо на это опираться и вешать ярлыки на следующую вашу ситуацию. Это твердыня ума. Леченый получился, на работе там пригласили, начальник начал лугать, получилось там, болванку испортил, руки у меня две, руки обе правые или обе левые. Ничего не получается. Та! Пойду грузчиком, там где-то перебьюсь. Кто тебе сказал? Это всего лишь был эпизод твоей жизни. Забудь, сделай выводы и иди вперед. Сегодня и получилось, завтра получится. Лампа Эдисона получилась на тысячный опыт. Человек делал у себя там где-то в лаборатории тысячи опытов. Из них было 999 неудачных. Уже к нашей бросили. Растоптали ту лампочку, побили бы там все эти приборы, головой бы об стенку бились бы. Я не представляю, что там было бы. Каких нервов психа было бы. Но Эдисон на 999 опять осечка, а на тысяч не загорелась. Это вам ни о чем не говорили? Алло, вы со мной что? Не заснули? Просыпайтесь, кто крепко спит. Вот поэтому вера Эдисона, представьте себе, представьте себе, наша земля еврейская, наши люди евреи, кто поехал в Израиль, представьте себе, камни, песок, шо там рабыть, пустыня, ехали с Украины, это все рюдючее, цветучее, привыкли к этим, к абрикосам, привыкли к фруктам, приехали, высадились, это первые, которые строили государство в 48-м году. Их так выкинули там, возле Тель-Авива. Песок, море, а дальше скалы, ничего нету. Сказали бы, ну шо ж робыть, де, де огурцы, де помидоры, як жить, як есты. Слава Богу, насадили все. Пошли вперед, сказали, нет, мы будем обрабатывать, Бог нам эту землю обещал. Библия говорит, Писание говорит, что я даю вам землю, идите, возделывайте, насадите сады. Я тут сады насажу, я тут насажу, а оазис делаю в пустыне. Вы сейчас поедете в Израиль, я была два раза. Это оазис в пустыне, вокруг арабы, голые босы, просто волоси ходят, ободранные. Рядом на одной территории разруха, ничего не растет, кроме колючек. И рядом цветущий оазис. Под каждым кустиком проведено капельное орошение, под каждым кустом. Каждый все цветет. И четыре урожая в год они продают на Европу и везде. Аграрная страна стала, мало того, выращивают красную, эту самую рыбу выращивают, осетровую. Мало того, экспортируют черную икру, которая только в Каспийском море, лососевые, которые дают кита, которые дают черную икру, она только в Каспийском море водится. Единственное место, где она может быть. Они там выращивают черную икру, продают на валюту, на золото. Красную, я уже не говорю за красную икру. Они стали серьезными экспортерами черной икры на золото, на валюту и на золото продается в страны, которые там самые богатые. Это, вот вам, вера в то, что у них все получится. Вот вам вера, что они сделают конфетку с этой страны. И стали по этому благосостоянию четвертые в мире. Айтишники там самые лучшие, самая лучшая медицина, самая лучшая армия по обороне. С железных купол сделали, единого, кого нету. Вот вам, вышли, тут море, а тут песок и пустыня. Барханная пустыня. Палатки поставили, начали копать, начали работать. С Богом все возможно. И стали сейчас самой передовой страной в мире. Самая защищенная, самая благословенная по медицине и четвертый капитал в мире. По экономике Иран обогнали, Ирак, и Эмираты. Эмираты, у них, они обогнали Эмираты по экономике. Можете себе представить? По денежному благосостоянию. А у Эмираты там нефть, а у Израиля нет нефти. Но своим трудом, своей верой они всех переплюнули. Вот и все. Друзья, я к чему-то все веду. С верой, с Богом возможно все. Даже если у тебя пустыня сегодня, и ты с лопаткой начинаешь копать, копай. Все у тебя получится. Копай. Ты только начал. Копай потихоньку. Верь Богу, молись, свою веру взращивай, возгревай ее. Ты увидишь. Ты увидишь свое процветание. Написано в Писании, что вы получите, если вы не утомитесь и если вы не отпадете от благодати Божьей. А как мы можем отпадать от благодати? Когда мы начинаем огорчаться. Корень горечи, горечи, отпадаешь от благодати. Благодать, несослуженная, милость от Бога. То, чего ты не зарабатывал, тебе дают. Вот это благодать. И Бог говорит, смотрите, чтобы какой горький корень не отравил вас и не бы не отпадет благодати. Горький корень, горечи, обиды, раздражения, это горечь вся. Она тебя заберет благодать. То, что тебе бесплатно дается все время по милости Божьей. Мало того, вера угошается. Ты верить уже не можешь. Поэтому наблюдайте за собой, Бог говорит, чтобы вас не отравил горький корень. И позвольте вашей вере возрастать. Вера имеет свойство возрастать. Она имеет свойство затихать и умирать, когда ты уже нет никакой надежды, нет никакой веры. Это уже мера умерла, надо ее воскрешать. И вера имеет свойство набирать хороший духовный градус, где ты говоришь, а я верую, что Господь мой жив. И Он избавит меня от этого смертного тела в свое время. И я водворюсь у Господа, и все будет хорошо. Это вера в Бога, живая и действенная. Действие в твоих устах. Когда ты в активной позиции находишься, в своей вере ты растешь, возгреваешь. Домой пришел так, посмотрел по местам из Писания, вот это выписал. Я всегда себе что-то выписываю. Я всегда что-то себе провозглашаю. На себя я наговариваю, знаете, как на нитку, вот нитка, и на нее надо бусинки цеплять. Вот одна бусинка, вторая бусинка, для того, чтобы было ожерелье. Вот это места из Писания должны на твою веру, вот этот стержень, ниточка, это твоя вера, и на нее надо одна бусинка места из Писания, вторая, третья, пока ты ожерелье себе не сделаешь, и не будешь носить его постоянно. Оно должно расти. Аллилуйя. Я не знаю, кому я проповедую, может и себе, но это тоже неплохая практика, я считаю. Обновлять свою веру. Я иногда люблю сама с тобой поговорить, с умным человеком. Давид это любил. Я у Давида учусь, пророк Давид, говорит, душа моя, ты что, обнаглела, что ли? Ты чего смущаешься? А ну, вставай и слава господа, а я не хочу, а я тебе говорю, еще раз сейчас встанешь и будешь славить и скакать и танцовать перед Богом. Я тебе сказал, почитайте псалмы. Псалмы. Он сам с собой разговаривал, договорился, он был сам с собой, приказать себе мог, поболакать, заставить, сказать, да ты что, обнаглел что ли? А ну, вставай, хватай есть ты, хватай телевизор диван мять, давай, пройди, порой, да, помазай не боже, конечно, он умел с собой поговорить, поэтому ты тоже можешь тебе сказать, так, ну, хорош, что-то я сильно забурился, ну, давай, будем читать писание, будем молиться сейчас, давай, что-то будем делать, потому что обнаглевшая что-то плоть, обнаглелась, иди ки спать, да исты, да, не будем о грустном, аллилуйя, поэтому себе надо говорить иногда, это тоже полезно, да, аллилуйя, слава тебе, Господь, что вам еще сказать, дорогие друзья, вера, которая ищет Бог, которую воздает, это та, которая постоянно в динамическом таком развитии, динамика, развитие, это та, которая не стоит на месте, сегодня приходишь, ты говоришь, что-то мне веры маловато, Господь, давай с тобой поработаем над этим, так, покажи мне место исписания, ага, нашел, тык, 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 о, коснулось сердца моего, вы понимаете, когда место место исписания зажигает сердце, касается, раз, чувствуешь, импульс есть, обожгло внутри, это тебе Бог показал, это твое, это бери тогда и начнай с этим работать, это Бог хочет положить сокровищницу твою, твоего духа, если это тебя касается, это тебе послание, точно тебе, я всегда говорю, Господи, ну много говорят, я проповеди слушаю других пастырей, там, и все, классно, все хорошо, ну дай мне мое, я хочу из часовой проповеди услышать, может, одно слово, но оно будет мое, оно перевернет мою жизнь, дай мне из этого количество слов для меня что-то одно, которое меня будет обжигать внутри, покое не будет мне давать, которое будет меня переворачивать все, которое будет меня мотивировать и в нужный момент я буду обращаться к нему, точно так же в Писании когда садишься читать, Господи, не знаешь, с чего начинать, Абрам родил Ицхака, Ицхак Якова, Божики рожают, что читать, кого читать, непонятно, что это такое, богато всего, ну это для новообращенных, я первый раз открывала, думаю, это что-то за бред, мужики рожают, что такое, и на 10 лет опять закинула ее, не обращалась к этой Библии, 10 лет лежала у меня, ну что-то такое, ну это бред какой-то, дали мне, что попало, и когда много всего текста в Библии, ну к чему, я говорю, Господи, ну покажи мне то, что ты хочешь мне сказать сегодня, что ты хочешь мне, обожги меня своим глаголом, знаете, будем сжечь глаголом, душу, обожги мою душу своим глаголом, слова твоего, и Бог раз, и выделил для меня, о, загорелось у меня как на мониторе, читаю все место из писания, и два стиха, они для меня жирным выделились, о, это мое, о, я его копирую, сохраняю, и с ним работаю, все, я понимаю, это будет питать мой дух, это будет, это пища для меня, это Бог напрямую мне сказал, все, это мое, мне не надо там кучу текста читать, я бы только взяла только то, что мне надо, и с этим я буду работать, поэтому, чего я всем желаю, друзья, и когда Бог показывает, это другие краски жизни, вера начнет расти, когда Бог тебе это показал, у тебя и вера придет на это все, понимаете, в чем я говорю, можно читать, захлеб, все места из писания, и можно прямо страницы листать, и ты пустой можешь стать после этого, и тебе спросить, что ты вынес из этого текста, что тебя коснулось, ничего, ну, просто прочитал, интересная история, да, интересно, конечно, но можно прочитать с Духом Святым, и сказать, это навсегда вошел в мой дух, это навсегда останется со мной, и когда ты особенно его провозглашаешь, и живешь с этим словом, вы знаете, особенно сейчас, вот, места из писания, вам рекомендую, заучивайте наизусть 90-й псалом, это псалом, который хранит вас, будет хранить вас, я знала такие случаи, когда еще была молодая верующая, приезжали старые пятидесятники, такие, к нам, я помню, к лидерам, мы лидеров собрали, и приехал один, я не помню, как его зовут, и вот он сидел за веру, он долго сидел за веру, он еще был на войне, еще и воевал, он уже умер давно, дедушка, такой почетный дедушка, седовласый, и он говорил, ну, когда сидел за веру, Божье слово помогало, там вышивать среди этих всех, урки, там же урки, помогало вызывать, и говорит, потом, говорит, я, он еще устал повоевать, он говорит, у меня всегда было в гимнастерке, зашит 90-й псалом, я без единого ранения, пришел, я, говорит, когда там, говорит, ну, они там, пехотинцы были, направо и налево, люди падали, умирали, их убивали, рядом со мной ложились от рук, я шел дальше, и без единого ранения, я знал, что меня 90-й псалом хранит, я всегда знал, я вот всю, всю войну с ним прошел, ни одного ранения, столько смертей видел, рядом, все было рядом, близко, поэтому 90-й псалом имеет особую силу сохранности, и также четвертый псалом прочитайте, там вначале, спокойно ложусь и сплю стою, ибо ты, Господь, один даешь мне жить в безопасности, это тоже псалом вашей безопасности, это тоже, и он веру поднимает очень сильно, вот, тоже вам желаю тоже прочитать это, хорошо, мы подошли к молитве, да, будем молиться, чтобы наша вера не оскудевала, оскудевать, это значит, убывает, истончается, оскудевает, то есть уходит, 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 пока не уйдет, было такое у людей, было, не раз, когда ты встречаешься, человек говорит, ну ты же верующий был, ну ты же ходил, ну ты же служил, я же помню, как помазание через тебя текло, я же помню, как ты служил, что с тобой случилось, а сейчас с тобой говорю, и у тебя, даже остаток, остатка веры не осталось, вера потихоньку оскудевала, откатывалась, откатывалась, человек не возгревал, человек не работал с этим, пока она совсем не ушла, и потом у нас, и пополняет ряды потерпевших в миру, ряды потерпевших, взятых на убой, взятых на заклание, знаете, в этом написано, что есть люди, которые будут взяты на заклание, на убой, как скот ведут на заклание, у них не спрашивают, у скота, когда ведут на заклание, у них не спрашивают, хотят они, чтобы их убили, нет, их всех раз, и убили, и животных, коров, пилят, овец, на шашлык, так вот, слово Божье говорит, что люди, которые будут уходить от Бога, они будут взяты на заклание, у них никто и спрашивать не будет, а я не хочу, ну, не хотим, ну, кто у тебя будет спрашивать, тебя возьмут на заклание, поведут, поэтому наша с вами задача развивать веру, которую Бог нам дал, а Бог нам дал веру Божью, вложил в нас, Дух Святой излился в сердца наши, когда мы с вами покаялись, и вложил в наше сердце Его веру, Божью веру, наша задача это сохранить и приумножить, не дать ей оскудевать, да или нет, потому что написано, чтобы не оскудела вера ваша, Господь говорит, я молюсь о вас, дорогие, дорогие хаварим, друзья, чтобы дьявол просил меня вас сеять, верить, но я молюсь, чтобы ваша вера не оскудела, он сказал это апостолу Петру, молюсь за тебя, чтобы твоя вера не оскудела, чтобы ты выстоял в этой битве и дошел до конца, и дошел до вечности со мной, я о тебе молюсь, Петру повезло, знаете почему? Потому что Бог за него помолился, чтобы его вера не оскудела, а вот Иуде не повезло, за него не помолился Господь, и он пошел и удавился, разницу улавливаем, все говорят, но Петр же что же, видишь, как предал Бога, отрекся от него три раза, тоже такой предатель был, но у Петра была уже молитва Ишуа, я Петр молюсь, чтобы твоя вера не оскудевала, я молюсь за тебя, подохадатайствовал за него, поэтому Петр стал первым пастором церкви, первым, когда церковь создавали апостолы, он стал первым пасторем, слышите, да? потому что вера не оскудела, он стал серьезным служителем, первую церковь организовал, и стал первым серьезным пасторем, а вот Иуда умер бесславно, поэтому давайте будем молиться, чтобы наша вера не оскудевала, за нас будет в это время ходатайствовать Господь, потому что это Его молитва за нас, мы не сами будем молиться, Дух Святой будет молиться за нас, потому что это молитва Божья, правильная, чтобы нам дойти до небес, сохраниться, и умножить эту веру, Бог об этом ревнует, Он не хочет, чтобы мы приняли такую жизнь, как было у Иуды, Он хочет, чтобы мы пришли в то место, где Он говорит, войди в милость Господина Своего, да или нет? Он говорит, я встречаю победителей, когда кончается человеческий путь, а он может в конце кончиться, в нас по-разному, оборваться жизнь может в любой момент, и это не страшно, это перейти в другую реальность, главное, куда ты придешь? И когда побивали камнями этого Стефана, и вы помните, как он? Те уже беснуются, те уже не знают, что ему сделать, попольнее его ударить этими камнями, чтобы быстрее он скончался, а он улыбается, а эти убийцы еще хуже злятся, когда ты не плачешь, не бросишь пощады, еще улыбаешься, и вдруг он такую фразу говорит, я вижу небеса открытые, и Господа Бога моего с распростертыми руками, вижу его, Бог вышел встречать победителя, Он уже пришел забирать его, вот и все, не страшна сама смерть, страшно, куда пойдешь после смерти, это переход написано, что мы умираем в мгновение ока, в мгновение ока, раз и ты переходишь, а один раз моргнул, и душа вышла, и пошла в небесные просторы, раз морг, и все, и душа вышла с тела, выскользнула, выпрыгнула, сейчас очень много в интернете, кстати, видео, когда душа выходит из человека, очень видно, я много видела таких видео, очень много, когда авария, автоавария, и на вот, приехала полиция, и тут раз, и поднимается уже человек, видно это все, сейчас такие камеры, особенно за границей, там есть дорожные, вот эти камеры стоят, и там очень хорошая техника стоит, которая может сейчас это фотографировать, раньше у нас не было такой техники, но техника идет вперед, и сейчас такие стоят интересные технические приспособления, по всем дорогам и везде, камеры наблюдения, где видно, как душа покидает тело в момент аварии, сразу же поднимается наверх, и даже видно, в каких одеждах, кто-то поднимается в белом, а кто-то в черном, одежды грязные, черные, и понятно, кто куда пойдет, вот, поэтому, друзья, помолимся, чтобы наша вера не оскудивала, чтобы наша вера была Божьей, она имела божественное назначение, и никакая не другая, нам не надо человеческая вера, и демоническая вера, не надо нам веры, и еще пару слов, демоническая вера, когда ты веришь в то, что у тебя все пропало, когда ты веришь, что ты умрешь, что ты заболеешь очень, что у тебя не будет процветания, это все бесовская вера, это вера, которая бесы вам дают, чтобы ты даже не поднял голову, ты будешь, батька в тебе был нищий, дед был нищий, и тебе не зачем процветать, и ты будешь нищий, так и подохнешь, голые босы, просто волосы, и ты точно, точно, шо ж, я с такой семьи, у меня все нищие были, три поколения нищебродов, и моя такая судьба, это вера демоническая, это тебе бесы дали, потому что Бог говорит, я тебе даю новую судьбу, я тебе даю жизнь с избытком, и я тебе даю свою кровь, ты поменял вообще генетический код, у тебя новые гены, ты уже не относишься к своей семье, я поменял твой ДНК, и твоя ДНК теперь, моя судьба, я царь царей, я всем обладаю, я Бог изобилия, я Эль Шадай, а ты мой наследный принц, и поэтому у тебя другая судьба, тебе не надо повторять судьбу твоей семьи, она закончилась, момент, когда ты покаялся, ты подписал со мной новое соглашение, когда ты только произнес покаяние, сказал, что верую Господу, стань моим господином, стань моим папочком родным, все, я принял тебя в свою семью, ты поменял свое ДНК, все, но если ты будешь постоянно ныть, и вот это такое у меня, да, 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 демоническая вера, поэтому отрекайся, если до сих пор у тебя эти мысли бродят, как, как бродят, как брага, отрекайся, это закваска бесцовская, которая хочет тебя погрузить в нищету, и хочет тебе дать только поражение, отрекайся, от страха поражения, от этой нищеты отрекайся, не соглашайся, я уже говорила, с чем ты согласишься, с тем будешь жить, от чего ты отречешься, то он уйдет от тебя, очень просто, очень просто, у Бога все просто, отрекся от этого всего, не принял, все, Бог, я меняю все полностью в своей жизни, и это будет, давайте будем молиться, Господь, драгоценный Иешуа, мы сейчас молимся и просим, чтобы, так как написано в Писании, ты молился за апостола Петра, молился за учеников, чтобы не оскудила вера их, мы молимся, чтобы наша вера не оскудивала, чтобы ты, Божий, так же, написано, что ты ходатай, и апостол, и первосвященник нашего исповедания, так Слово Божье говорит, что ты ходатайствуешь, перед престолом Отца, за каждого из нас, ты священник наш, и ходатай, за каждого из нас, прямо сейчас, когда мы молимся, совершай ходатайство каждому из нас, и первосвященник нашего исповедания, На каждое наше исповедание поставь свою печать, исполни это. Мы молимся, чтобы Ты, Боже, помог нам возрастать в вере, чтобы мы возгревали свою веру, чтобы мы действительно поднимали этот хороший градус веры в нашей жизни, чтобы мы не соглашались с меньшим, чтобы мы шли вперед и не сдавались, не оглядываясь назад. Аллилуйя. Пусть наша вера никогда не оскудеет. Бешем, Иешуа, Машех. Келараба Сатанаария. Поменяй, Боже, все в нашей жизни. Келараба Сатанаария. Келараба Сатанаария. Келараба Сатанаария. Мы жаждем перемен. Мы жаждем с Тобой перемен, Иешуа. Слава, 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 слава. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе Господь. Аминь.